вера практикуется вера это твое решение это не в тебя снизошла вера она на тебя упала это было твое собственное решение верить в это когда вы принимаете свою ответственность что я верю в это что это мое это становится ну вашей реальностью она может быть не быть реальностью никого другого но она может быть вашей реальностью в африке есть племена которые живут больше 130 лет люди живут и когда они умирают там 130 140 ну там какой долгожитель 150 у них жил но 130 это нормальный возраст для этих людей они достаточно молоды но выглядят молода и тайна их не в каком-то особом питании потому что но есть еще какие-то другие страны где есть такие долгожители а в том что в этом на руку в этой на этой народности но принято считать что но нормальная жизнь должна длиться но не меньше 130 лет у них просто есть некий паттерн социальной и человек но не имеет права там но пока они выросли его про правнуки не имеет права уходить сну спланируют земли у них есть об этом легенда что когда рождаются наши дети мы в этом вопросе сами как дети потом когда рождаются наши внуки мы с нашими внуками как будто бы мы подростки уже не такие психованные но слишком много разрешаем когда рождаются наши правнуки но мы уже понимаем но про баланс и только когда рождаются наши праправнуки Тогда мы можем только праправнукам дать понимание мира, понимание истины. И поэтому нужно жить 130 лет. Абсолютно не важно, во что вы верите. Важно, чтобы вы знали две вещи. Первое. Внутри вас генетически заложена некая вера, которую вы ищете всю жизнь. То есть это та самая вера, которая дает вашей жизни смысл. И когда вы находите хотя бы проблески этой веры, вы чувствуете себя счастливым. Ну то есть ваши результаты в жизни очень сильно меняются. Какая вера заложена? Внутри у нас заложена некая такая уже готовая вера, которую мы хотим всю жизнь отыскать. То есть мы ее там все время в себе внутри ищем. То есть она заложена в нас генетически. И когда мы ее постигаем, когда мы ее находим в себе, когда мы ее в себе проявляем. Или когда кто-то это делает для нас, мы чувствуем себя счастливыми. Это первое. Это очень важная вера. Это назовем его базовыми ценностями. Так понятно? Просто я говорю вам слово вера, чтобы вы поняли, что такое базовые ценности внутри вас. Это то, во что вы верите интуитивно, бессознательно. И если вы дописали эти слова, тогда вы вот в этом месте здесь пишите соционика. Соционика это один из инструментов, не все, но один из инструментов, который помогает вам понимать, какая внутри у вас находится базовая вера. И когда вы ее в себе открываете, вы чувствуете себя очень хорошо. У вас больше сил, у вас больше жизни. Меняются ваши результаты. И есть другая вера. Это та вера, которую вы должны найти в этой жизни. Это то, что называется предназначение. И жизнь человека – это путешествие в начале в ад за самим собой, таким, какой я уже есть. Ну, то есть это поиск самого себя. И по дороге, пока вы будете искать самого себя, вы найдете свое предназначение. Самого предназначения, вот отдельного. Когда мне говорят, ну, я хочу найти свое предназначение, это найти что-то, какую-то веру, во что я могу верить, но в чем я еще не уверовал в прошлых жизнях. То есть это некий недостроенный код, который есть в моем ДНК. Это и есть предназначение – достроить некоторую веру. Так, не сложно для вас? А если я скажу, что этих вер всего четыре, понимаете, вам будет еще проще. То есть вы будете понимать, так, есть что-то, на что я опираюсь в своей жизни, ну, одно из четырех. А есть что-то, что мне надо достроить, и что, у все – да. И что, так все просто – ну, нет, ну, не может быть так все просто. Ну, само путешествие достаточно длинное. И знаете, что здесь самое длинное в этом путешествии? Не дойти до вот этих, ну, двух вер, а узнать, что в этом есть смысл. Вот это, ну, 90% пути занимает. Дорога к знаниям, не само знание. Само знание очень простое. То есть знания о мире, они простые. А вот дойти до этих знаний, дойти до того места в себе, что мне это интересно, ну, найти такого учителя, который это рассказывает, это, ну, вот это 90% времени заняло. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.